итак ребят всем привет сегодня у нас очередной коп выехали мы сегодня по чермету будем копать металлолом все на том же старом месте которые мы с камрадами нашли и копаем выбиваем потихонечку каждый раз у нас получается неплохо мы возим больше 200 килограмм за полдня так что сегодня тоже сюда приехали и надеюсь управимся до обеда и поедем на металлоприемку так что пока еще солнышко у нас встает и сегодня будет очень очень жарко потому что небо очень чистое вот так что посмотрим что у нас сегодня будет надеюсь чем-то интересненькое чем тяжеленькое у нас сегодня появится так что все думаю интересно будет смотрим и продолжаем а теперь лопату металлоискатель в руки зубы и копать и так ребят наконец-то есть что-то стоящее показать вашему вниманию и это вот такая вот наконец-то на этом трактор нам как говорится стане поднял что-то похожее на трактор то есть это у нас одно звено от гусеницы сейчас мы доставать будем не знаю сколько она весит ну вот такая вот фиговина вот таких вот бы из десяток был бочек у черева сейчас я его принесу принесу сейчас к машине взвешивку к она стоит из любопытства не знаю сколько она у нас такая по размеру килограммах вот сюда вот вставляются пальцы сейчас я в марк машине подойду и те самые пальцы попробую засунуть и вам покажу кто если не знает какие палки я достаю в основном сегодня тоже очень много пальцев было я вам покажу как они вставляются и так ребят как я вам не обещал показать вот такие вот пальцы очень много сегодня тоже в конце копов я вам покажу сколько сегодня на самом деле эти пальцы является стыкующим звеном вот они вот так вставляются вот в эти отверстия сбоку вот не и вот так вот они выглядят а в сцепке с другим звеном гусеницы бывает еще короткие они вставляются тоже вот так вот в общем кто знает часы браслеты железные тоже таким же способом соединяется и гусеницы такая кучка небольшая у нас так что за сколько полтора часа копа вот такую кучку наковыряли очень много пальцев и вот таких вот зубьев очень много зубьев таких двойные одинаковые есть даже какие-то механизмы что-то не значит такое чудо механизм но прикольно и весит в принципе неплохо зубьев полно парочку лемехов подымали вот да кстати сейчас мы взвесим ее и посмотрим чё так а наш трак весит на весах ровно 8 килограмм неплохо неплохо здесь десяток было бы вообще шикарно а так в целом продолжаем солнышко у нас еще далеко чтобы возвращаться наберем порядка 200 килограмм и тогда будем отсюда сваливать нам лишнего не надо 200 килограмм и достаточно и так ребят очередную находку выкопал и это у нас лемех вот такой вот лемех у нас где-то ну среднего размера бывает они еще большие я уже не помню сколько три с половиной килограмма большой лемех а это наверное килограмма два вот это у нас лемех или же нож для распашки все нормально почаще бы таких вот и было бы классно идем дальше итак ребята очередная находка и находка вот приятно радует тем что это какой-то вал или что-то или ось от чего-то и она по весу тяжелее чем палец так что наверное килограмма два это точно вот тоже приятная находка вроде размером маленькая внутри как вы видите полая так что классная классно вот таких вот валы тоже приятно собирать итак очередная находка и это у нас очередной очередной палец палец от трака соединительного вот такая вещица и сегодня у меня их изрядно получилось тоже неплохо нормально копал конце обзор буду делать и покажу вам классно и так ребят иду здесь вот по вот такому вот с паханому полю здесь это не я копал ну все равно вот и в старой ямке я не знаю то ли его не выкопали то ли что или просто забыли забрать просто было присыпан вот такой очередной зубик у меня их сегодня тоже забили прошлые копы были пальцев много а сегодня вот такие вот зубе двойные одинарные классно вот такой азоб неплохо 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 идем дальше и так ребят нам получилось у нас вот такое количество сегодня металлолома весь габаритный служили отдельно здесь пальцы лемехи единственный трак у нас вот в общем все 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 даже какие то есть механизмы вот не знаю и четыре мешка набиты вот такими вот пальцами ну и всякими таким тяжелым мусором сейчас отправляемся на металлоприемку обязательно вам покажу сколько у нас на весах вывесила так что так вот ну а сейчас наверное заранее попрощаюсь и так ребят на сегодня все хорош копать не знает сколько у нас получилось по весовому сейчас отправимся на металлоприемку сдадим и я посмотрю сколько у нас получилось сегодня ну я думаю сегодня у нас будет поменьше и по времени у нас ушло уже достаточно уже часа три наверное точно вот так что место как говорится иссякается своими находками весовыми приходится добирать все различным мелким мусором ну этот мусор тоже как говорится деньги деньги не пахнут вот все вы видели получилось неплохо были пальцы были зубья двойные одиночные валы в общем все 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 вот получилось у нас а 4 мешка и отдельно сложили то что габаритные то есть это пальцы различные валы в общем неплохо получилось видео получилось коротенько вот думаю интересненько и вода до кучи давайте я еще вставлю фрагмент потому что многие меня смотрят ради копа который я копаю монеты шурфлю давайте я еще какой-нибудь фрагменты из старых прошлых видео ай оса укусил ребята извините конечно вот и в общем вставлю давайте какой-нибудь видео сюжет прошлых лет 14 15 16 года старенькое качество не очень но все равно радует тем что это были первые мои шаги именно в металлопоиске находки радовали всегда всегда вот ну сейчас редко приходится шурфить но все же так что давайте смотреть не заканчиваем не забываем пальчик к верху на этом и все продолжаем смотреть именно какой-нибудь мой старый коп пока и удачи ну а по весу ребят у нас получилось в принципе неплохо 207 килограмм нормально пойдет пойдет итак ребят всем привет сегодня я хочу сделать небольшое видео в связи с чем это у меня получилось в голову меня взбрело отснять вам небольшой видеоматериал и посмотреть как вы к этому относитесь сейчас я хочу вот что сделать открывала сегодня сегодня свой как говорится чемоданчик с сокровищами вот я обнаружил очень большое количество монет вот эти монеты мне куда-то нужно использовать использовать используя их в разных целях всякого рода сувениры поделки и все такое сейчас я вам покажу что из этого выходит иногда тогда поделка у меня осталось остальные раздал либо распродал ну а сейчас смотрите сзади меня имеется картинка вот она у меня как сувенирные у себя находится это называется денежное дерево и сейчас вы увидите своими глазами что можно сделать со своими находками но находки вот так вот я использую сделал я вот такой вот небольшое панно а здесь монеты всех эпох начиная от царей заканчивая советскими нынешними монетами но нынешних монет здесь очень мало в основном все царские советские эпохи есть много серебряных монет монеты которые я подумал из клада так называемые белончики в общем вот такой денежное дерево меня получилось зачетная да кстати сделал я очередное видео 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 вот такого характера вконтакте в одноклассниках я выкладывать его не буду видео называется вот таким вот образом эксперимент анализ а здесь я делал анализ по чистке монеты и искал лучшие средства такое подходит так что если кому-то будет любопытно интересно заходите ко мне на канал поиска 63 руси и вы увидите там очень много видео кстати делал я еще такие вот поделки связано с царями вот такие вот у меня картины наших царей и в правом нижнем углу у меня имеется рубли с изображением данных царей это у меня такие вот поделки получились еще так что много я иногда в голову приходит всякая ну а сейчас мы зайдем вот в этот мой чемоданчик в поисках сокровищ сокровища здесь я вас уверяю имеется если у вас заинтересовал вы можете продолжать смотреть данное видео итак разместился я на полу потому что находки проще здесь раскладывать открывая свой чемодан вытаскиваем отсюда все свои ценности такой вот весьма веществом и такой у меня есть пакетик тут у меня здесь у меня монеты большого среднего размера все они у меня в какой-то степени почищены но готовлю я их конечно же нанесение патины процесс весьма такой затруднительный тем что но это в другой раз я вам объясню почему это у меня одна кучка здесь у меня монетки которую я использую для своих экспериментов по тестированию приборов в этой баночке охраню есть серебро большое количество серебра имеется также серебро тоже немалое количество у меня его здесь различные здесь у меня монетки специальные я отложил серебро который я буду использовать в чистке в дальнейшем зима зима у нас длинная и я конечно буду их использовать для чистки для для вас чтобы вы набирались какого-то опыта если кто-то не умеет чистить и это будет сделано для вас очень много монет которые тоже советские эпохи очень много монет все раскладывать будет весьма то и не особо много мне очень много монет здесь тоже могут куда ни глянь у меня кругом монеты которые нужно использовать их нужно отсеивать к сожалению времени для этого нет поделить их на на медь на латунь на медно-никелевые есть у меня еще большое количество металлопластики которые тоже в своем роде есть экземпляры которые необходимо произвести чистку но все как то не доходит у меня руки вот здесь в основном у меня все кресты нательные иконки вот достаем следующее что у меня имеется своего сундучка это очередная у меня здесь медь вот такая вот вот такая вот кучка медных монет тоже они а все перемешку чтобы можно было как то их чистить есть довольно таки приятные экземпляры ценные ну для меня ценность это как коллекционирование вот крестыр у нас кругом очень много крестов много монет которые требуется еще и чистки есть у меня вот такие вот монеты тоже в двух корзинках таких вот стеклянных они у меня готовятся к следующему наверное выпуску видео по чистке монет вот здесь не одна их сотня очень много очень много монет здесь вот здесь вот в общем большое количество монет так что вам еще в своем сундучке показать сундучок у меня набит всем 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 здесь у меня довольно таки интересные есть находки экземпляры я их отношу как бы к шмурдячку очень много всяких вещей старинных здесь здесь вот есть австро-венгерские даже бляшки, пряжки в общем все 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 интересно в этом у меня классе есть ну я к чему вам хочу сказать если вам интересно данное видео если вы хотите поближе ознакомиться с моими находками я хотел бы вас попросить чтобы вы откомментировали вот благодаря вашим лайкам я буду знать сделать ли мне очередной видеоролик по данным темам хочу вам показать могу сделать полный обзор по вот таким вот вещам металлопластики по крестам какие есть здесь здесь весьма есть приятные вещи у меня вот разного характера вот хочу сделать отдельное видеоролик если вам это конечно интересно то пишите буду знать могу сделать обзор по крупным монетам по советам которые у меня возобили медно-никелевые монеты поздние и ранние советы серебро также царские монеты ну монеты у меня разного рода и характера вот вот эти монеты чистят готовится у меня дальнейшим опытом это к чистке всяким 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 много всего интересного у меня здесь есть могу сделать обзор по шмурдяку потому что иногда встречается очень хороший шмурдяк например если у меня такой шмурдяк один вот такая вот цепочка вот такая вот вещица она у меня валялась как шмурдяк один товарищ как-то у меня увидел на видеокопе как я его поднял и он ужаснулся то что он у меня валяется как шмурдяк оказывается это весьма довольно таки дорогая интересная находка вот здесь вот я как бы храню интересные такие вещи пуговки с разной символикой печатки всяческие такие серебро есть даже кстати сейчас если я найду здесь такие вот запонки многие говорят что это запонка там но к сожалению это нет вы ошибаетесь это у нас обычная конина клёпочки на узды много здесь у меня царской символики вот например кокарда позолоченная зачетная вещица и вот такая вот тоже символика есть царская не знаю с чего это интересно есть у меня один слепыш сейчас я попробую его найти в своем шмурдяке так вот она вот вот такая штучка это подняли с фундамента погорелись и сделали химанализ мы сразу поняли что это монеты думали что это серебро но одна монета вот заплавлено серебряная другая монета это у нас золотая золото делали химанализ так ну что вам еще тут показать рассказать что у меня здесь есть такие весьма интересные находки которые радуют глаза в общем как вы видите у меня очень много находок за сезон много чего нужно еще доводить до ума чистить шлифовать скоблить короче нужно нужно все это делать многие подписчики даже не подписчики а наверное завидующие люди вот кстати вчера я ругался с одним ну я как бы пытался свои эмоции сдержать но есть люди которые я не знаю корыстные что ли или что-то в этом роде пишут очень отвратительные комментарии и говорят что вот копаете всякое говно подымаете неинтересные вообще ну как вы видите есть вот такое говно довольно таки приятное собирать но он говорит что мы всякую хрень собираем монет очень много если все это рассыпать по всему полу у меня весь пол будет усыплен монетами монет повторюсь очень много очень много все разные если вам интересно повторюсь отпишитесь откомментируйтесь поставьте лайки я буду наблюдается за данным сюжетом на пороге у нас еще до сих пор зима не знаю когда она у нас пройдет вот будем с вами рассматривать все мои находки включая если вам интересно можно заглянуть вот в такие вот как говорится скрома где есть весьма зачетные находки мы можем также рассмотреть данные монеты на предмет редкости и ценности есть у меня монеты но к сожалению точно я их не откладываю не знаю просто как говорится сваливаю в кучу есть весьма дорогие экземпляры которые стоят неплохих денег если вам интересно мы можем вместе с вами поискать посмотреть и определиться с находками которые стоят неплохих денег вот кстати на последнем копе поднял вот эту невзрачную монетку думал что это копеечка оказывается это 5 копеек царские и стоит неплохих денег монет у меня очень много в изобилии вот сейчас небольшой такой вот курс проведу по монетам которые я сделал за сезон вот такие вот кучи вот эти кучи у меня ждет своих процессов чистки это тоже кучка у меня для очистки остальные монеты вот эти вот практически все чищены но не доведенные до ума то есть на них грязи нету но необходимо сделать либо шлифовку данных монет или же сделать патинирование но вот эти вот вот эта кучка и вот эта кучка у меня ждут процессы чистки надо будет посмотреть что и как у меня получится ну надеюсь на ваши комментарии лайки как вам понравился мой сундучок сокровищ сокровища вот такого вот характера ну все сейчас я с вами попрощаюсь и запилю это видео и посмотрим нужно ли мне продолжать снимать видеоролик вот такого формата ну а ну а 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 д а а а а